Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Работа в горах... Это очень сложно... Идти в глубоком снегу... Тащить с собой технику... И... К концу дня остаться в силах... Чтобы обработать фотографии снега... В этом году выпало очень много... И вот сейчас еще идет... Не останавливается... Но... Радует, что камера надежно защищена... От попадания влаги... И единственное, за что я не переживаю... Кто сегодня не промокнет... Это аппарат... Это снимать мне кажется... Не стоит... Ну вот... Скорострельная съемка и быстрая фокусировка... Идеально помогают съемке экстремальных видов спорта... Камера работает офигенно... В этой камере появился сенсорный экран... И можно перелистывать фотографии пальцем без кнопок... Можно приближать и водить очень удобно по кадру... А не нажимать кнопочку... Более того, сенсорный экран сейчас намок из-за снега... И работает все равно прекрасно... То есть не заедает... Не тормозит ничего... Очень непривычно на такой камере видеть сенсорный экран... Но облегчает работу... Спасибо! Отличный фотосет... Но пора ехать наверх... Мы сегодня задумали остаться на ночь... И поснимать звезды наверху горы... В доме лавинной станции... И посмотрим, как новая матрица Nikon D5 работает ночью... Мы спустили с вершины горы... Из-за того, что там все затянуто облаками... И мы не смогли смотреть на закат... Но отсюда открывается потрясающий вид... Облака легли слоями... И мы видим полоску гор... Освещенную и желтыми, и темно-синими цветами... И будем смотреть, как схватят эти цвета... Камера... Очень интересно, насколько она восприимчива... Новая матрица... В камере Nikon D5 стоит... Матрица 28 мегапикселей... Это больше, чем в предыдущей модели Nikon D4... Значит, можно делать больше пейзажных снимков... До этого для меня всегда стоял выбор... 810 или D4... D4 репортаж... А 810 это для пейзажа... Для какой-то красивой съемки... Но теперь D5 может совместить все это... В одной камере... И скорострельность... И фокус... И большая матрица... Естественно, полноразмерная... Будем ждать звездного неба... Наверху уже видно синее небо... И если получится, поснимаем на нее звезды... Вот это будет реально интересно... Мы находимся в доме лавинной службы... На курорте Роза Хутор... И сейчас ночь... И самое время проверить, как работает... Новая матрица на камере Nikon D5... Пойдемте посмотрим... Поснимаем звезды... Естественно, все экранчики подсвечиваются... Так что ночью найти все, что нужно, не сложно... Кнопка ISO вынесена к спусковой кнопке... И теперь есть возможность переключать ISO, не отрывая глаз... Раньше мне приходилось программировать кнопку записи видео на переключение ISO... Теперь этого делать не надо... Что касается задней панели камеры... Она, в принципе, не изменилась... И людям не надо перепровыкать... Расположение кнопок примерно такое же... Но есть отличительные особенности... Но самое главное, это экран... Который стал большим разрешением... Который, естественно, стал сенсорным... Еще ярче, еще лучше... Это всегда происходит с каждой моделью камеры... Это серьезный плюс... Потому что смотреть фотографии... И иногда даже обрабатывать фотографии на камере... Это важно... Будем смотреть, что будет утром... А сейчас спать... Парни, стартую... Время... Эта камера уже три дня у меня в руках... И мне удалось с ней хорошенько поработать... Что бы я хотел отметить... Ну, прежде всего, это влагозащита... Мы снимали в лесу... В снегопад... И с ней, естественно, ничего не произошло... В общем, я даже не сомневался... Скорострельная съемка... Я еще не пробовал максимальную при поднятом зеркале... Но 14 кадров, которые делает эта камера... Вполне достаточно... Серия... JPEG плюс RAW... В большом формате... Бесконечно длинная... Я даже не смог найти ее конец... И самое главное... Это фокус... Который работает действительно быстрее, чем на D4... Это заметно... Точка стала еще меньше... Я снимаю в основном по одной точке... Как следящий, так и постоянный фокус... Работает идеально... Мне понравилось... В новой камере Nikon D5... Переработали ручку... И добавили еще одну кнопку... Для того, чтобы можно было ее запрограммировать... В принципе, в целом стало удобно... Мне и так нравятся большие камеры... Как они сидят в руке... И с ними приятно и удобно работать... Но для меня самое главное... В серии камер Nikon D4... 4S... И теперь пятерка... Это то, что эти камеры... Действительно неубиваемые... И не подводят меня никогда... Это очень важно... Появилась кнопка Function 3... Которую можно запрограммировать... На ту функцию... Которая вам необходима... Я еще не решил, что я на нее сделаю... Но это все равно удобно... Когда есть еще одна дополнительная кнопка... Что касается батареи... Батарея осталась та же самая... И это очень важно... То есть не надо менять... Все свои запасные аккумуляторы... Но, по словам производителя... Батарея теперь работает дольше... До 8000 кадров... А это всегда лучше... То есть камера будет работать... Долгое время... И даже на морозе... В этой камере есть принципиальные изменения... В том, что теперь два одинаковых слота... Это может быть XQD или CF... Я работаю с CF... Мне этой скорости достаточно... А значит, теперь не надо использовать... Два разных типа карт... Ты просто вставляешь две CF... И когда у тебя одна карта заканчивается... Ты сразу же пишешь на вторую... Либо делаешь... ЧП на одной... На другой... Это тоже удобно при работе... С большими объемами фотографий... Подводя итог... Я хочу сказать, что... Nikon D5... Это действительно следующий уровень... После Nikon D4S... Еще быстрее... Фокусировка работает лучше... Скорострильнее... ЖК-сенсор... То есть... Каждую из позиций камеры... Компания улучшила... И добилась следующего уровня... Ну, мне кажется... Это сейчас самая скорострельная камера... Которую я когда-либо держал... Nikon D5 снимает 12 кадров в секунду... И при этом не теряет фокуса... Продолжает следить за объектом... И либо с поднятым зеркалом... Это новая функция... Снимает 14 кадров в секунду... Но фокус остается по первому кадру... Ну, а серия может составлять более 200 кадров... Это очень важно... Когда происходит соревнование... И важно снять спортсмена... И в начале, и в конце... Круто! Вчера удалось попробовать на этой камере ISO... Каждой новой модели... Компания заносит планку все выше и выше... То есть, если в предыдущих камерах... Я снимал максимум на 6400... Ну, более уже было так спорно... То вчера я попробовал и 24000... И 50... И уже 100... И, в принципе, на всех этих ISO камера работает отлично... И можно делать фотографии, когда она необходима... Ну, то есть, ночью я снимал на выдержке 1,02... Поразительно! Мне нравится! Что касается функции видео, которые тоже присутствуют, естественно, в этой камере... Впервые в профессиональных камерах Nikon появляется разрешение 4К... И это серьезный шаг, до которого многие ждали... Если вам даже не нужно 4К, то вы можете снимать в этом разрешении... А потом ужимать до Full HD и детализация будет заметно выше... Что очень круто для съемки видео... Естественно, авто ISO... Естественно, плавное переключение диафрагмы и прочих характеристик... Чтобы не было скачков света в кадре... Кроме этого, можно, естественно, писать таймлэпсы и уже не использовать пультик... И даже таймлэпсы в 4К... Что очень круто для того, чтобы использовать их частями и делать проводку внутри кадра... Ну вот, солнце село, зашло за горы... И мы вернулись с гор вместе с камерой Nikon D5... Сегодня и вчера забирались в самые недоступные места... Чтобы снять красивые фотографии с райдерами... Зачастую можно забраться так далеко, что... У тебя даже нет возможности думать о камере... То есть ты должен быть не уверен настолько же, насколько в своих силах... Иначе ничего не получится... Иногда есть такие места, что там можно проехать только один раз... И у тебя нет права на ошибку, и ты должен снять кадр с первого раза... И точно быть уверенным, что все получится... Вот, мне кажется, и Nikon D4s, и теперь Nikon D5... Это та самая камера, которая помогает достичь результата... Который есть в голове, и который хочет видеть атлет... Который хочет видеть журнал... В общем, настоящая профессиональная лошадка, я бы сказал... Есть одна важная деталь, о которой не всегда упоминают в пресс-релизах... В Nikon D5 наконец-то появился выход на USB 3.0... А значит, фотографии переписываются на компьютер в несколько раз быстрее, чем на предыдущих камерах... И, конечно же, это облегчает жизнь после двух дней съемок, когда ты хочешь уже пойти отдохнуть... Но ждешь, когда перепишутся наконец-то все фотографии... Сейчас это заняло ровно пару минут, тройку минут... Отлично, что эта камера в себе сохранила все профессиональные функции, которые нужны фотографам... Которые работают на крупные издательства или на фотоагентства... Но в то же время этот фотоаппарат может подойти тем, кто себя называет так называемыми... Почти профессионалами или профессиональными любителями... То есть они могут, купив эту камеру, больше ни о чем не думать... Потому что, ну, действительно, это то, о чем многие могут только мечтать...